Добрый вечер. Всем спасибо большое, что получили. Значит, у меня план, который я вам предлагаю такой. Сейчас 8 часов с маленькими минутами. Мы работаем примерно час. Потом делаем 15 минут паузу на переписках и все прочее. И потом еще, наверное, час не больше. В 10 с минутами мы закончим. У вас все будет время пообщаться, допить, доесть. Потому что, по-моему, здесь выгоняют не раньше 11. Значит, что я хочу вам сегодня предложить. Все-таки одно первое отделение я хочу сделать афганское. Потому что, помимо того, что и я много писал об Афганистане. Но все этот год особенный. 25 лет как закончились эти события. И как-то уже когда будет теперь даже до 30 лет, я думаю до 50. Мало кто будет вспоминать вообще Афганистан. Поэтому первое отделение афганское. Но я буду петь те песни, которые обычно я не пою. Которых даже, может быть, нет в интернете. А в интернете можно найти мои записи либо на YouTube, так называемом. Либо есть такой сайт «Виктор Горстаков». Дальше я даже не помню. Но надо брать просто «Виктор Горстаков». Там выскакивает очень много моих песен, очень много моих стихов. И, так сказать, книжек, и даже прозы. Но сегодня я в основном буду петь те песни, которых даже и там нет. А так как их и редко поют, то я буду сгреваться, повторять снова. Но я думаю для вас это будет только интересно. Какие-то буду давать пояснения перед какими-то песнями. Но постараюсь и болтовни это все делать не затягивать. А начну с той песни, которую я вообще никогда не исполнял. То есть это новая песня, которую я впервые показываю. Единственное, что там нужно пояснить, там есть несколько слов на терапарском языке, которые я лично считаю либо фарси, либо гори, так и не знаю. Пример звучит так. «Буру бурхай шурави иншаллах». Когда я однажды специалисту нашему военному разведчику одному показал, так сказать, эти слова, он долго крутил головой, потом говорит, вообще смысл понять можно. Это, мягко говоря, из разных диалектов, но это, говорит, точно мягко говоря. Но, а вообще-то означает, чтобы вы знали, примерно там, Счастливого пути советский солдат так угодно Аллаху. В ночь над Кабулом восходит звезда, сломает в модуле дверцам. «Буру бурхай шурави иншаллах». Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Крик мой дзинов и мат часовой четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь живым, сердце осталось в Кабуле. «Буру бурхай шурави иншаллах» Девушка мне говорила, Два наших сердца навек погребла, В дороге Амане могила. Пусть над Кабулом с горы Осмаи В небо полят иноверцы, Вы победили, родные мои, Я скоронил свое сердце. В ночь над Кабулом восходит звезда, Глупает в модуле дверцам. Разве я мог не вернуться туда, Где похоронено сердце? АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, был такой большой завоеватель, Я уже не помню, какой он был национальности, Бабурдин. Так вот, он завоевал Афганистан, Кабул, Ему так понравилось, Что он был вынужден, Так как он был царь какой-то другой земли, Не помню там какая-то, Что тело похоронили там, А завещал, чтобы сердце его похоронили в Кабуле. Поэтому есть в Кабуле сад Бабура, И где захоронено сердце именно Бабура. Песня посвящена, Фамилию неудобно называть, Но что дело, Тимуру Гайдару. Но не Егорке Гайдару пресловутому, А его отцу и сыну, естественно, писателя Аркадия Гайдара. А с Тимуром Гайдаром, Он был вообще контр-адмирал, подводник, Потом стал военным журналистом И возглавил военный отдел «Правды», Куда и меня взял. И потом я первый из наших, Вообще из всех газетчиков, Центральных печатей в Афганистан попал. А потом уже стали туда ездить журналисты, И в том числе и поехал Тимур Гайдар. И он так попросил, что Напиши какую-нибудь веселую песню, Которую бы я в Афгане мог вспоминать. Вот я, так сказать, на его проводу написал такую песню. Вот сейчас по-моему допишу. Уехал в Афганистан, Видел очень много стран, Тогда чего он и так не видел. Там миллионы мусульман, Там миллиарды мусульман, Там сорок тысяч мусульман, В готовом к гидеру Не за свою НТИБА. Всё это странная толпа На дню пять раз говорит намаз. Но были слухи, Что у Карматова брака Есть кто-то преданный в ЦК, Один мула из кишлака И две старухи. Уехал шеф в Афганистан, А там Колым, а там Каран, Там не гуляй по вечерам, Там в феодальных, Там разговор ведущий цвет, То пухлемёт, то пистолет, А у него оружия нет, Он шеф лояльный. Уехал шеф за гиндукуш, А там война идёт к тому ж, Плюс революция и прочие напасти. Но не беда, не в первый раз, За рубежами шеф у нас, А двадцать дней пройдут как час, И снова здрасте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А вот песня, можно сказать, без комментариев. Единственное, что бы я сказал, Тут упоминается ДШК. Как правильно Дегтярёв? Шпагин крупнокалиберный, да? Калашников. Не, по-моему, Дегтярёв шпагин крупнокалиберный. Калиберный. Да. Насколько я помню, Это образца выпуска начали выпускать с 1938 года. Точно не помню. Ну, короче говоря, у меня так получалось, Что я несколько раз попадал под огонь ДШК, Вот один раз в Бомиане на вертолётах и на земле, А ДШК толком не видел. А когда однажды в лесе увидел вот эту трубу страшную, Думаю, какой же я был дурак. Куда же вообще... Страшный такой, понимаете? ПЕСНЯ Нас в горах не найдёт почтовой самолёт, И письмо от тебя до меня не дойдёт. Посветлеет снега, встану стены огня, Будет вид дешака из ущелья в меня. Будет вид дешака, будет жить городка, Может быть, у меня, может быть, у стрелка. ПЕСНЯ Нас в горах не найдёт даже радиус связь, Приказ, и никто не придёт и не выручит нас. Погибает десант, погибает навек, погодите я сам. Это мой человек, это мой дышака, Это мой разговор, я найду до стрелка, Он не спустится с гор. Ах, засыпет метель, а замалит скала, Смерть легка, как постель, жизнь такой не была. Мы попьёт, як скрылись, мы навеки родня, Пусть продолжится жизнь без него и меня. Нас в горах не найдёт почтовой самолёт, И письмо от тебя до меня не даёт. Песня называется «Судьба». Мы свои судьбы не знали, Зачем судьбу клянёшь, Шальная, неродная, куда меня идёшь? По гребням и ущельям Шагаю день за днём, Под запалом прицельным и солнечным огнём. На три твоих комплекта всего лишь два плеча, Вновь из полыня в пекло ступаю за горяча. Когда существовала незримая судьба, Пускай бы оттирала хотя бы под салон. Во фляге раскалённой оставила бы глоток, Пустила б вдоль по склону, Нет силы поперёд. Но лезешь вверх и выше, горит в руке цевьё, Судьба тебя не слышит и значит нет её. Солдатская работа не требует чудес, Шёл до седьмого пота, взошёл в осень небес, На самой на вершине смеёшься над собой, Не веруя отныне, что не начался судьбой. Но вниз ветра нырнули над женщиной скорбя, Принявшей в сердце пулю, летевшую в тебя, Своей судьбы не зная, зачем судьбу клянёшь. Шаленая неродная, куда же ты идёшь? Шаленая неродная, куда же ты идёшь? Шаленая неродная, куда же ты идёшь? Две песни из так называемого «Файзабадского цикла», Тоже их сто лет не пёл. Фейзабад – это такой горный городок в провинции Бадахшан. Там стоял 860-й полк, отдельный недалеко был Кундуз. Мне почему-то понравился Кундуз, потому что когда я туда попал, перед этим в Кундузе были очень плохие события, где погиб очень не третья рота. И поэтому в этой песне немножко так трагически, хотя, собственно говоря, при мне там ничего трагического не было. Я ходил в горы с разведротой вот этого 860-го полка и, в общем, никого не убили, только одного там уранили парня, его забрали на вертолет. А песня называется «Девятый». В палатке тачатые нары и восемь хороших парней. В палатке играет гитара, «Девятый» играет на ней. Разведки осталось на сбору, десяток последних минут. Разведка вернется не скоро, без боя ее не вернут. Все восемь уйдут с темнотой, все восемь погибнут к утру, А ты им прочувствовать святое к соседке своей по двору. Но слушают песенку все же и даже грустят в тишине. В палатке тачатые нары и восемь хороших парней. В палатке играет гитара, «Девятый» играет на ней. И вторая песня, которая подошарского цикла. Вы бывали подошар? Не ходите никогда. Вот споет капиталь, вы разгучите туда. Я споет он, как тужит, как перловку ест с ножа. Как он и родине там служит, голову не дорожа. А еще добавить надо, как по взорванным мостам. Он дошел до Фальзабада и наверх остался там. Пусть подпитанные пули воют около плеча. Борткониссия в Кабуле объявляет строгачам. А за что? За то, что строга запрещает пить каран. Только он, да, слава Богу, наш советский капитан. Он живет не по исламу, у него одна жена. Он порой про Божью маму говорит, как сатана. Он сунита и шиита от бревна не отличит. Ну, хватит какой напиток, не дерется, не кричит. Так скажите, Бога ради в чем виновен капитан? Тот, что служит Фальзабада на Нагорье Батакшан. Песня грустная, действительно. Я ее стараюсь не петь, потому что, чтобы самому не стал очень тостлевым. Почему я решил сегодня спеть? Ну, сейчас показывают много, например, Лугадс. Я знаю, что там на главном памятнике Афганцем написан куплет вот этой песни. Знаю еще несколько памятников, где тоже написаны строчки из этой песни. Давай за тех, кто не вернулся, Кто стал частицей тишины, Кто лёг в горах и не проснулся От необъявленной войны. Кто лёг в горах и не проснулся От необъявленной войны. Давай ничего, колец, ребята, Давайте молча и дадим нам. С офицером и солдатом, Кого взяла к себе война? Слух выговаривать не будем, Их дорогие имена. Покуда здесь безвестна людям, Так наша горькая война. Но молча вспомним военном, Тех спе навеки сроднины, Кто был частицей батальона, Остал частицей тишины. Кто был частицей батальона, Остал частицей тишины. Песня называется «Пустыня». Но, честно говоря, я ее не пел очень много лет. Почему? Потому что ее очень хорошо и очень по-своему Поет такой довольно известный педец Михаил Миша Морбов, Который яблоками снесут. Мне много не нравится, что он делает, Но эту песню он сделал блестяще просто. И он мне сразу ее показал, И вот после этого меня как заклинило, Я ее вообще это ссорил. Даже когда просили, я не пел. А сегодня все-таки попробую. Свой вариант. Совершенно другой, потому что у него другая елочка, Он все сделал, но он есть по-другому. Но единственные слова стоят. Это шестьдесят пески взметнули, севесят. И лезешь в бронетранспортер, как полыхающий костер, Выхватывая из огня боек комплект шестого дня. А сколько их еще? Спроси, пусты. Шесть дней назад, сказал комбат, Разведка видела отряд. Прет от границы прямиком, наверное, Коротко знаком с азистами на пути. И мы должны его найти. А сколько их еще? Спроси, пусты. Будет вертушки день и ночь, Они хотели бы нам помочь. Да разглядишь ли с высока Среди проклятого песка, Где разбежались и легли десяток Те, кто ближе шли. А сколько их еще? Спроси, пусты. 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 И так с женской одеждой, потому что, опять-таки, для воевавших, ребят, ну вот они воюют подряд, там два года находятся, им кажется, что вокруг-то ничего не меняется. А когда там залетишь в Афганистан на несколько дней, там, на несколько недель, потом вернешься, потом еще через год или через два появишься и видишь изменения. Вот я, в частности, очень на меня подействовал, когда только начиналась война, буквально в первые дни, ну и вообще, начало 80-х годов, почти все параджи у женщин, или мне так казалось, они были черные. Потом, где-то в 82-83 году стало все больше и больше таких игривых, голубых особенно, много параджей было. А девчонки в Кабуле, особенно лицеистки, студентки, они вообще обнаглели, они стали ходить в обтягивающих джинсах, в прозрачных таких этих кофточках, под которыми там много чего интересного видно. А когда уже ближе к выводу войск, когда уже все почувствовали, что опять все будет хреново, и опять потихонечку так все стало больше черного цвета, уже девчонок в джинсах практически на улице было не видно и так далее. Вот такая песня. Значит, последнее название лейтенант Сарандоля. В Кабуле В Кабуле весенняя муда, на все даже на паранжу, рассматриваешь пешеходов, а я на тебя погляжу. Здесь женщина в цепи небесном, иконном рублевском почти, а впрочем, тебе неизвестно про наши иконы, прости. Идешь по большому капуле, сын маленького кишлака, среди многолюдного гула, тебе неуютно пока. Дуганы, жароны, машины, навесы, витрины, лотки, и женщины, словно кувшины, блестательны и высоки. Детали столичного быта, тебе интересны всерьез, и манят глаза, что сокрыты под сеткой из плоских волос. В селении высокогордом, другие фасоны цвета, там женщины горбели в черном, смотрели сквозь нити холста. И мать, провожая, всплакнула, под грубою том оранжой, был красен твой путь до Кабула, От крови своей и чужой, ты думал, что рай тебе снится, на узком врачебном столе. Открытые женские лица, увидев на грешной земле, Одетые в белые ткани, медсестры стояли вокруг. Когда ты в наркозном тумане, боялся коснуться их рук. Нас женщины в черном рожают, нас женщины в белом хранят, В лазурном любовью сражают, украдкою бросившись взгляд. Но вся их небесная вода, тебе поклониться должна. Ты в сером подсвет небосвода, в котором дымится война. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ох, тяжелая песня. Почему нынче в слове не лезь в небе, Где ветра, где снега, где пески, Далеко-далеко на войне, Где мы были, как братья, близки, Пролетали в ночи трассера, Разноцветные звезды войны. И нам снились в горах до утра Ледяные солдатские сны. Вот сижу над рекою Москвой На гитарин походной кричу, Я с войны возвратился живой, Я войну вспоминать не хочу. Остывает ухо в котелке, Не добито во фляге вино, И сползает слеза по щеке, Что увидится нам не дано, И опять вспоминаются мне, Где снега, где ветра, где пески, Далеко-далеко на войне, Где мы были, как братья, близки, Далеко-далеко на войне, Где мы были, как братья, близки. На прошлом выступлении Заказ был прямо-таки из Германии, да? Из Мюнхена парень позвонил И попросил спеть песню «Джелла Лабад». Но я ее спел, Хотя я тоже к ней не готовился. А потом вспомнил, Что у меня есть еще одна песня о Джелла Лабаде, Которую я вообще никогда не помню. Называется «Сады Джелла Лабад». Далеко до России, От этой земли, Где зимы не бывает, Где воздух, как пламя, Где сквозь жаркую пыль Еле виден вдали Апельсиновый сад С золотыми плодами. Сады Джелла Лабада Запоминать не надо, Отныне и навеки Воснах и наяву Среди зеленых веток, Среди сверцовых меток, В садах Джелла Лабада Хожу, дышу, живу. Улетает листва На береге в саду, Переснувшие корни Цепляют за ноги, Я воды принесу, Но сначала найду, Кто стреляет отсюда По нашей дороге. Сады Джелла Лабада Запоминать не надо, Отныне и навеки Воснах и наяву. Среди зеленых веток, Среди сверцовых меток, В садах Джелла Лабада Хожу, дышу, живу. ПЕСНЯ 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 Среди зеленых веток, Среди сверцовых меток, Среди сверцовых меток, В садах Джелла Лабада Хожу, дышу, живу. ПЕСНЯ 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 Среди зеленых веток, Среди сверцовых меток, В садах Джелла Лабада Среди сверцовых методов ЖЕро Среди сверцов Ну, надо, наверное, пояснить, что такое из-за бачата такие-то… Бачата — это «слово» в бачи, «бальчишки» В афгане называли, конечно, они не таки уж там «помощники» были для советских войск, но, если можно где-то что-то продать, они там и выводу тебе куда угодно принесут и будут бежать там, За БТР или за танком орать, кричать, что ради ханум возли, вареньшки или что-то такое. Так что они действительно могли воду принести в саду Золобода. Очень красивая песня, где я пытался передать именно красоту Афганистана. Вообще, Афганистан – это очень сложная страна. И даже те, кто воевал, иногда не совсем понимали, где они воюют. Потому что все-таки какой-то определенный ареал действий есть. И не всегда уж по всей стране бросают. Конечно, там в основном горы. Но вот я попадал и в леса. Там же есть и лесисты. Ну, естественно, пустыни есть. Есть озера довольно большие. Вообще, Афганистан очень большой. Мы тоже как-то забываем, когда там смеялись над нашими. Ну, вот-вот, советская армия. Не могут этот маленький Афганистан покорить или что-то. А он больше, например, чем самое большое государство Западной Европы – это Франция. Афганистан гораздо больше Франции. Там еще Бельгия, Голландия, Уссенбург. Они все, что угодно. Ну, конечно, самая большая красота – это все-таки горы. Афганистан. 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 Там бушуют реки горные, И млечный путь роняет слезы. Афганистан. Афганистан. Положить реки горные, Нафганистан я їй, Жизнь lasts еще в час. Тол гашки я вижу высокое И тосвет пока Бельгия, Вся жизнь насквозь и дна Афганистан Снова ночью в Подмосковье я Взглянув на небо, вижу мой Афганистан Взглянув на небо, вижу мой Афганистан Взглянув на небо, вижу мой Афганистан Песня относится уже больше к циклу вывода поиска Называется «Комбат» Он руку в приветствии поднял И вновь опускает к глазам Сегодня, сегодня, сегодня Уходим с войны по домам Сегодня, сегодня, сегодня Уходим с войны по домам Сегодня палатки свернули Пусть завтра сдадим на склады Что в их не ныряли ли пули Как в годы абгазской беды Что в их не ныряли ли пули Как в годы абгазской беды Нос, слезы, лицом раздят Мы помним, мы помним, мы помним Мы помним, мы помним Их тоже комбат Мы помним, мы помним, мы помним Мы помним, их тоже комбат Песня называется «Вернуться и жить» Я не пытался выразить то, что, в общем-то Понял словами невыразимо Но если в двух словах Чтобы о чем идет речь Мне доводилось много общаться с ребятами Не столько даже в Афганистане Сколько с теми, кто вернулись Когда-то мы организовали движение Так называемых воинов запас Я работал вправду И был один из организаторов движения Это в основном были солдаты Именно прошедшие Афганистан Мы собирали слеты большие В Ашхабане был самый большой слет И вообще так с ребятами-солдатами Которые вернулись из Афганистана Я был в разных ситуациях И понял, что это не синдром, как говорят там Афганский синдром, чеченский синдром Они не больные Но в принципе вот к этой жизни Офицеры как-то они все-таки уже попадали в Афганистан Уже к чему-то готовые более-менее Психологически более устойчивые Ну и старшие просто А когда вот мальчишки туда их забросили Значит там потом они вернулись Вот первое время такое Какое-то ошарашение такое Слегка Даже В том даже заключалось, что Вот к любимым девушкам не сразу шли Я написал целую большую поезд У меня был поезд в рассказах Так назывался Вернуться и жить Она мне не удалась Я ее не печатал Но с тех пор никому я ее не дарю И вот такая была песня Которая тоже почти никогда не пела А дома все по-старому А в жизни все по-новому А в жизни все по-новому А в жизни все по-новому Двадцать четыре месяца Двадцать четыре месяца И виданы, не слышаны И за теле антеннами Такая, да, спокойная Как будто бы вселенная А я не знала свой на ней Брат учит математику Но обглянись Зачем-нибудь Двоенного солдатика Рисуют на учебнике Мать пирогами занята Кричит из кухни весело Вот рада будет та года А то уж нос повесила Глядишь, в окном широкое На плеча щи и лужицы Опять вокруг да около Вспоминания кружатся Брат переходит к физике Смотрит, не получается Гвардейская дивизия С геронями прощается Гремят салюты вечные Полки идут колоннами А жизнь-то бесконечная А слезы-то соленые Мать возится за парой Брат с прозою Оставь его И Танечка с гитарою Поет на фотографии И Танечка с гитарою Поет на фотографии Я так подумал, что у меня большинство песен написано либо от своего имени, либо от имени все-таки уже опытного человека, офицера. А вот сейчас вам попробую спеть песню, которую написано как от имени солдата. ПЕСНЯ 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 Если вы с нами не были рядом, Как же это я вам объясню? К сожалению, это не песня, Это вы, это вы, это вы Под императом кружнули вместе Пригорожную жанру любви. Песня с двумя названиями. Одно название «Дорога в Кабун», а второе название «Нож, пистолет и ломба». Я человек везучий, Но покидая дом, Беру на всякий случай Нож, пистолет и ломба. И с барахлюшком мы идем В неласковый момент. Я прибыл на рассвете В штабу круга шташпел. Сказали, коль везучий Марш на аэродром, Беру на всякий случай Нож, пистолет и ломба. Но не давить талон, Без взятки прабора, Имеется-то посадочный талон. Пришлось лишиться лом, Зато светел с утра. Летели до Тернеза, Там звели погранцы, Нельзя вести железо, Так это ж нож, отцы. Нам выгрузили сразу И заперли барак, А вот он, может, зараза, Залетели только так. В Кабуле чин-почину Я с борта на зельскок, Как вдруг три дурачины Стволами тычут в воду. А ну-ка, сдай оружие, Фасонить будешь тут, Тебе оно не нужно, Тебя и так убьют. Я понял, что с Лубянки Я отдал им ПМ, Пристоят по карману, Юхвани и Юхванки, Завир, Фрайншафт, Залет. А что у нас по времени? Ну, у нас еще минут десять будет. История, историю, историю. Так, вот, значит, я не сказал, Надо все-таки сказать. Что мы хотим сделать во второй части? Оставить минут так, пятнадцать-двадцать, И сделать такой небольшой, так сказать, концерт по заявкам. Если кто-то какие-то мои песни знает, Вот мы тогда можем и историю спеть в Афганистане. Ну вот во второй части ближе к концу. Ладно? А сейчас вообще очень для меня странная песня, Очень странная, потому что давно не пел. Называется «Горный пост». Как ни странно, самое тяжелое для меня в Афганистане Было однажды зайти на «Горный пост», в горную заставу. Просто зайти. По-моему, Володя, ты знаешь, это резиденцию «Бабрака» охранял 3-47-й полк, по-моему. Нет. А Кензерский командовал. 57-й. 57-й, да? Да. Ну, вот Кензерский там командовал где-то в середине там, да. Ну вот, короче говоря, что-то они там сделали рейд в горы, А многие десантники особенно, они с журналистами вообще не хотят общаться. Ну, пока что-то не увидят, что они из себя представляют. И, короче говоря, сколько я не подкатывался к этому Тензерскому там, к эволюции. А потом в горы с моими ребятами сходишь там, после этого поговорим. Вот. Ну, я, конечно, согласился, но не думал, что будет тяжело. А просто было... Ну, обошли там несколько таких постов, застав, который выставлял именно этот полк. А потом одна самая такая высококвардная застава или высококвардный пост. И вот я помню, туда шли, сами десантники, солдаты падали. Офицеры подходили, бац, бац, по морде. У него изо рта пена, он там... Мир прекрасен, солдат там. Ставит он на ноги, значит, ведь дальше шли. А еще начался какой-то такой смирепый ветер, что у одного вот с рюкзака десантника, там приятно еще были бушлаты, там, да. Просто унесло бушлат. Я сам думал, что я там свалюсь несколько раз в прорезь. И, короче говоря, как ни странно, что вот этот «Почти без выстрелов» там было потом, когда зашли на горный пост, там было немножко выстрелов. Запомнился. И вот эти горные посты... Я пытался это выразить. Стала нынче больше звезд, Вечная природа. На высокогорный пост Смотрит с небосвода. Серебрится Вечный путь Новую звездою Не покликнуть, не вернуть Друга после боя. Будут грозные ветра, Бутная погода. Светят звезды до утра, Как пути отхода. Высокогорный пост Двадцать душ По списку Не спешит Уйти Меж звезд В звезды обелисков. Бьет с вершины Племет Ясно Строчкой Друг оценит, Друг поймет Нашу проволочку. Перекрещены пути Огненный и Млечный, Ни один не обойти. На дороге вечной Стала нынче больше звезд, Вечная природа. На высокогорный пост Смотрит с небосводом. На высокогорный пост Смотрит с небосводом. Тяжелый песен Попробуй снять. Тоже одна относится к Смотрит с небосводом. Тяжелый песен Попробуй с небосводом. Вечная природа. Не Вечная природа. Стреляла в нас она, слегка оплачен долг, Интернационал, не посранили мы советскую страну. И все же иногда поглянемся печально на брошенный кабун, Предчувствуя вину. Поставили друзей над единой с врагами, Поставили врагов судьбой наедине, Одни убьют других, потом погибнут сами Над недобитой нами. По весной войне. Последняя колонна от аэродрома. Идет на Черекар и дальше на Жабаль, Перемокнем саланг и завтра будем новым. Прощай, Афганистан, которого не жаль. Перемокнем саланг и завтра будем домом. Прощай, Афганистан, которого не жаль. Ну и в заключение этого часа я хочу спеть не афганскую песню, Но еще более важную для меня. Эта песня связана с Великой Отечественной войной. До 9 мая мы вряд ли здесь видимся. Тридцать сорок пятый полк они соберется. Остальные неизвестны. Поэтому всех с наступающим праздником Победы. Для меня эта песня дорога тем, что одно из первых ее исполнений, оно было такое чудное и страшное, я пел в Брестской крепости 22 июня в 4 часа утра. И как раз над западным дугом, над речкой, не помню тогда какая была дата какая-то была круглая, ну короче говоря, там что-то мы пускали венки по воде, а мне нужна была песня петь, а знаете в 4 часа утра, естественно с похмелья в Беларуси иначе не бывает. Это было что-то страшное. Тем более и все с такими глазами, естественно, никто не спал, ничего. А мне еще почему стало страшно? Меня вот мучила история этой Брестской крепости по-своему. Я все думал, а почему все-таки немцы взяли ее сходу за 4 минуты? Ну понятно, что неожиданность там и все прочее. Ну почему? То есть сопротивление было долгое, но оно было по казематам, по подвалам, да, а крепость они взяли за 4 минуты. А потом посмотрел, там этот мост через западный дуг, а западный дуг довольно быстрая река, хотя не широкая. Вот там мост и он прямо упирается в ворота крепости. То есть там один снаряд, пушечная ворота разбита. И они так и сделали. А мост, видимо, был не заминирован, не взорвали. Да и некогда было. То есть там все действительно секунды. А они когда вот это ворвались через мост фашисты, а в середине прямо площади крепости бывшая церковь, потом из нее клуб сделали, стал стенами на стенами. Вот они, оказывается, заняли вот эту церковь, центр, да, и они потом уже могли всех разогнать, так сказать, по казематам и все прочее. То есть это было достаточно страшно все-таки. А песня такая. Над русской землею и русские птицы, Их крылья черные, их черты, голоса. Проснуться ли я или прошлое сниться, Отведет война через четверть часа. В рассветной заре небеса повреднили, И русские звезды почти не видны. Ах, если бы знать, что не сплю в самом деле За десять минут до начала войны, Остаться бы в живых, нет, остаться бы спящими, Не видеть, не слышать, как взрывы сверкнут. Ведь прошлая боль, лишь больней в настоящем, Когда до войны пять последних минут. А русской земле не осталось спокоя, Но будет победа, но будет весна. Отец в сорок первом мне машет рукою, Чтоб я не забыл, как приходит война. Отец в сорок первом мне машет рукою, Чтоб я не забыл, что такое война. Браво! 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 Перейдем здесь, чтобы на перерыв нам Уйти более-менее в веселом настроении. Я сейчас спою песню, которую я написал довольно давно. Но сейчас она приобрела какой-то второй смысл. Она, конечно, стала двухсмысленная песня. Я предлагаю на перерыв и уйти в двухсмысленном состоянии. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В солнечных лучах, в ледяных ночах, Снился нам зеленый Анна, Как будто в Шкейн и далее на Киев. Мне задались Крещатик и Падок, Ох, Санна, Эм и многие другие, Которых я пока что не нашел. Сброшен лишь невест, сдан АКМС, И получена медаль. И перейдешь с невест, как Афган исчез, Впереди другая даль, Только в Улташке и далее такие, Где заждались Крещаник и Падон, Оксана Эд и многие другие, Которых я пока что не нашел. Родина в окне, вот она в стене, Над кроватью света луны. Что сказать жене, если снится мне, Не любовь, а путь с войны, Как будто Ашкен и далее на Киев. Где заждались Крещаник и Падон, Моя жена и многие другие, Которых я конечно не нашел, Как будто Ашкен и далее на Киев. Ну что, отдыхаем, сюда, сьмут, Бережье, спасибо всем. Половы, тебя спасут, красиво. Ну что у меня? Это шесть, да? Да? Ну что? Кладу, кладу, которые спятые поставили. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok